Трудоустройство Инары, Артековы и городские власти называют производственной необходимостью. У исполнительного директора слишком большой фронт работы и с одним заместителем курировать все муниципальные сферы крайне затруднительно. Поэтому и принят новый человек, соответствующий по уровню компетенции занимаемой должности. В любом случае вопрос о втором заме он был уже решен больше чем полгода назад и беря во внимание тот объем работы, который на сегодняшний день у нас в самоуправлении, то есть необходимость второго зама она подтверждается. Но я думаю, что кандидатура она соответствующая, поскольку у данного нашего специалиста все-таки есть большой опыт работы в самоуправлении. Это одна из основных критерий, которые мы брали во внимание. Инара Артекова работала юристом в Даугубинском университете, до этого юрист в управлении коммунального хозяйства города. Именно на этой должности новый зам получил известность 7 лет назад в связи со скандалом, обошедшим все средства массовой информации города. 19 апреля 2004 года Инара Артекова была задержана экономической полицией на улице после рабочего дня в тот момент, когда брала деньги от физического лица в обмен на некие документы. Речь, согласно публикациям СМИ, шла о сумме 800 латов. Спустя пару месяцев правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела приняли решение о привлечении Инары Артековой к уголовной ответственности в качестве обвиняемой, обвиняемой по статье 198, в данном случае недозволенное принятие имущественных благ. Для общей информации, статья предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без, как вариант крупный денежный штраф и принудительные работы. В течение 7 лет длится уголовное дело. Как свидетельствует общедоступная информация посредством сети интернет, дважды к обвиняемой применялась принудительная доставка в суд. 23 сентября в эту пятницу в Даугубелском городском суде назначено очередное рассмотрение дела. Мэр Даугубелса Жанна Кулакова, отвечая на вопрос, знает ли руководство города об этих фактах, озвучила следующее. Нет, я не могу комментировать, потому что первый раз слышу эту информацию. То есть вы не знаете? Да. По сути вариантов два. Либо городские власти не проверяют биографию принимаемых на высокие посты людей, либо знают об этом, но не считают веской причиной. Додумать и оценить ситуацию каждый может сам для себя.